Всем привет! Это канал Дневники Черного Копателя. Я уже как-то писал о том, что мозг гражданского человека очень сильно отличается от мозга военного человека. Мне там начали оппонировать, сказали, что мозг-то у всех одинаковый, только вот мышление именно отличается. Ну, не имеет значения, как это говорить, мозг или мышление, потому что мы все примерно понимаем, о чем мы говорим. Знаете, вот когда я занимался военной археологией, можно сказать, уже 20 лет, да, то всегда мне было, как гражданскому человеку, совершенно непонятно, вот логика, почему именно тут копают выкопаны окопы, почему именно тут блиндаж. Ну, с точки зрения как бы военного, я ставил себя на место военных, я понимал, да, что вот здесь выгодное место, значит, было для них, поэтому они здесь окопались, поэтому они здесь сидели, поэтому здесь были боевые действия. И именно вот в этой точке почему-то окопы есть, а вот там где-нибудь в лесу, где-нибудь глубже в лесу, где хорошо было бы можно было спрятаться, например, там никаких позиций нет. Вот, поэтому тут становилось понятно, и за много-много лет, за много-много выездов, в принципе, я уже стал понимать логику, вот, как бы, хотя бы, хотя бы в фортификации в полевой, да, вот как это делается, почему это делается и как. И, соответственно, как только я стал это понимать, не сразу, надо сказать, то ко мне стало приходить понимание, а где же мне все-таки искать находки, да, где же каски можно найти, где же можно найти оружие брошенное или выброшенное, или потерянное, какие-то интересные вещи, предметы снаряжения. В частности, например, вот, какие-то, вот, у немцев были распространены помойки, да, то есть они сбрасывали вещи, которые им стали не нужны, в помойки. Ну, и потом, когда наши занимали позиции, они выбрасывали немецкий хлам туда, и там можно вот в этих помойках, как бы это ни звучало, а так по-бомжатски, но поковырявшись, найти какие-нибудь интересные вещи, военные артефакты. Вот, а вот сейчас, когда идет СВО, да, ну, по-русски война на Украине, Россия ведет войну с Америкой на Украине, вот так будет четко сказано, становится иногда непонятно, вот, почему бросают танки, казалось бы, даже целые. Вот, и это становится очень часто предметом украинской пропаганды, что вот, русские бросили танки, бросили снаряды, там, где-нибудь в спортзале, там, целый склад у них был, они отошли и бросили, и, мол, ха-ха-ха, как же так, вот, они бросили все в спешке, как немцы, которые драпали и так далее. Ну, в общем, пропаганда, самая настоящая чистой воды пропаганда. Так вот, что я вам могу сказать, как человек, который пообщался, пообщался с военными людьми, с людьми, которыми участвовали в боевых действиях, с людьми, которые готовятся к участию в боевых действиях, вот, что я вам скажу, совершенно другие мозги у людей, совершенно не гражданские. Вот, у этих людей сейчас достаточно много денег, об этом я тоже писал, что все военные сейчас, это платежеспособные граждане. У них есть бабки, им платят, и они теперь не задумываются. Вот, слава богу, что теперь они могут не задумываться о том, что купить, на что купить. Они просто приходят, ищут самое лучшее для себя, то, что им нужно, и покупают. Значит, что касается именно отношения к вещам, ну, к вещам, которыми они будут пользоваться, эти люди там, на войне, понимаете, для чего они покупают, для этого. Так вот, чисто конкретные и практические соображения. Это относится и к обуви, и к одежде, и к оружию, к снаряжению, даже к телефону, понимаете. То есть, война, она проверяет все. Война проверяет людей, война проверяет вещи. И, вроде бы, две похожие модели, к примеру, оптического прицела, разных фирм, может быть, да, похожие по каким-то параметрам, но вот одна подходит для войны, модель, а другая не подходит для войны. Одна держит отдачу выстрела, другая не держит. Одна, как бы, не нужно, один прицел не нужно никак совершенно, там, подстраивать после, там, какой-то череды выстрелов, а другой постоянно сбивается, к примеру. Этот, который сбивается, убирают, от него, о нем сразу идет дурная слава, а хороший становится, как бы, ну, вот, примером, образцом, его сразу начинают все покупать. И это так совсем, с обувью, да, с шлемами, с моделями бронежилетов, с плитами. Вот, например, плиты. Известный блогер, военный блогер, разведос, Александр Рутюнов, недавно отстрелял китайские плиты, которые можно купить, в принципе, любой человек может купить на Алиэкспрессе. Вот, он нашел какого-то отдельного, там, поставщика, какого-то, там, ну, неважно какого. Короче, они взяли эти плиты, купили, им их привезли, они их дождались, поставили на полигоне, положили, значит, человека со снайперской винтовкой, и метрах с 10, может, с 15, расстреляли Б-32 патроном. Это бронебойный патрон. И эти плиты выдержали, понимаете? И разведос, реально, пострелял еще из этого, из АК-74, по-моему, он пострелял, серию с трех патронов. Все выдержало. О чем это говорит? Что вот этот конкретный бронежилет, эту конкретную партию плит можно брать, можно рекомендовать. Понимаете? Вот. И все вот так вот из уст в уста. И теперь все этого разведоса цитируют, все Александра Рутюнова уважают, потому что он говорит конкретные, практически нужные, важные, жизненно важные вещи. Также он про медицину рассказывал, также про какие-то тактические штаны, там, куртки, рюкзаки и так далее. Сбрасывать, не сбрасывать рюкзаки, как себе. То есть люди проходят проверку войной, вещи проходят проверку войной, и поведение проходит проверку войной. Оно, конечно, другое, чем в мирной, в гражданской жизни. Понимаете? Вот почему. Когда надо бросить склад с боеприпасами, его бросают. Для того, чтобы спасти одного, двух, десять, пятнадцать человек. Бросят тонну боеприпасов. Бросят. Бросят даже склад с оружием, с пулеметами и прочим. Бросят, лишь бы спасти людей. Потому что человек живой, ему всегда можно поставить новый автомат, новый пулемет, привезти ему кучу снарядов, и он отстреляется, и выполнит, и еще и победит. А если будет горы оружия у нас сохраненного, если горы автоматов будут лежать, горы тряпок будут лежать, горы шлемов, но людей не будет, в которых это можно надеть и дать им это в руки, то какая война? Никакой войны, просто музей военного имущества. Поэтому, подводя резюме, значит, сказанного, показывают войну гражданским людям. Гражданские люди имеют гражданское мышление. Гражданские люди не поймут мышление военного, пока там не окажутся. Поэтому очень часто мы делаем неправильные выводы из того, что видим. Потому что наша логика, она обычная гражданская. А там, на войне, логика военная. На этом все у меня. Спасибо, пока.